Развитие детского спорта в Рязани набирает обороты. Любовь к здоровому образу жизни наследуется от родителей, которые все больше проводят времени в спортзалах. А появление новых спорткомплексов дает возможность тренироваться. Одним из спортивных центров, который не имеет аналогов в регионе, стал Арена Атрон. Спортивный комплекс Арена Атрон сертифицированно состоит во Всероссийском реестре объектов спорта, что подтверждает его безопасность для спортсменов и зрителей, дает преимущество при определении места проведения значимых спортивных мероприятий, позволяет получить достоверную информацию о спорткомплексе и повышает его имидж. Он изначально строился для футбола, и потом получилось так, что художественная гимнастика еще присоединилась. Для них вообще идеальные условия здесь. Арена Атрон был введен в эксплуатацию осенью 2016 года, и за это время здесь прошли центральные матчи в рамках первенства России по мини-футболу среди команд высшей лиги конференции «Запад». «Эликс-фаворит» принимал здесь команды, уже большое количество команд, в том числе такие фавориты, как «Дина», «Спартак». С Москвы, в первую очередь, с Московской области, с Рязанской области приезжало большое количество зрителей, было особенно на игру со «Спартаком». Конечно, это была знаковая игра, самая главная игра в сезоне. Здесь же прошли игры чемпионата России по футзалу среди мужских команд Суперлиги с участием рязанской команды «Езиды». Команда «Езиды» у нас успешно здесь выступала. Они показали высокий уровень, то есть они готовы выступать на международном уровне. Значит, они готовы здесь принимать у нас и международные клубы остальные. То есть будем ждать испанцев, итальянцев. В «Арениатрон» состоялся и чемпионат Рязанской области по мини-футболу, а также прошли традиционные всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Кубок Светланы Лебедевой». Участие в турнире приняли более 400 спортсменок из 15 субъектов Российской Федерации. Среди них Москва, Рязань, Удмуртия, Башкирия, Калуга и другие города. География меняется, и участники меняются. Кто-то уже вырастает из возраста, появляются новые у нас гости. Но то, что глобально изменилось, то, что мы наконец в таком прекрасном спортивном сооружении. Главным образом детям и взрослым этот спортивный комплекс подарила группа компании «Атрон». Ее президент Дмитрий Малахов сам выступает за рязанскую команду по мини-футболу. «Принимаем участие во всех турнирах, которые проводятся на территории Рязанской области. Выезжаем в Москву, играем в футбол, защищаем честь Рязанской области. Выезжаем на международные соревнования, защищаем честь Рязанской области. И практически во всех соревнованиях занимаем призовые места. Так что более чем достойно выглядим». А совсем недавно в спортивном комплексе «Арена Атрон» завершился второй международный турнир детской футбольной школы «Юниор». За выход в следующий этап, который состоится осенью в Казани, ребята боролись на протяжении трех дней. Самым юным участникам турнира сейчас всего четыре года. «Для детей это очень значимое событие, потому что оно дает задел на дальнейшую работу почти на целый год». В четырех возрастных группах рязанским командам удалось занять хорошие позиции. Ребята 2010 года рождения получили первое место. Команды 2011 и 2008 годов рождения заняли вторые места. Еще две команды оказались на четвертой и пятой позициях. Результаты говорят о том, что в Рязани ведется качественная подготовка спортсменов. И развитие футбольной школы «Юниор» продолжится на территории «Арена Атрон». «С сентября мы открываем здесь филиал. И где-то с июня месяца, с июля, начнем уже набор детей под этот филиал. Это будет четвертый филиал в городе». Дети будут тренироваться на уникальном для Рязанского региона покрытии. В тех условиях, в которых соревнуются лучшие команды страны и их собственные родители. «Я похож на папу, потому что я тоже вратарь, как папа. Он тоже вратарь». Отец Максима тренируется в «Арена Атрона» и часто приводит сюда сына. «Я начал заниматься достаточно поздно, где-то, наверное, в классе в шестом-седьмом. Ну, как-то в то время у нас мало секций было. Сейчас, конечно, уровень другой. То есть и уровень подготовки, и тренеры, и инвентарь, и сама организация». Уникальность футбольной школы для самых маленьких в том, что дети попадают сюда с трех лет. Тренеры признаются, что порой им бывает нелегко. «Конечно, тяжело. То есть это процесс не из легких. Именно то, что дюшки, да, команды принимают только детей там 7 лет, 8 лет. Мы же их берем с раннего детства». И результат не заставляет себя долго ждать. Спустя время дети становятся организованными и добиваются успехов. «Дисциплина вообще поднялась. На какой-то другой уровень стал. То есть осознание того, что не только за себя отвечаешь, еще за команду, как-то вот так появилось. То есть ребята уже с друг другом там, ну как бы, диалог такой ведут, то что ты здесь не забил, а ты вот здесь забил. То есть, ну как-то вот так». Сами ребята уже знают, что такое командный дух. И получая диплом как лучший нападающий, юный рязанец говорит не о себе. «Команда у нас хорошая. Только чуть-чуть слаженности на этом турнире не хватило. Мы будем тренироваться больше. И, надеюсь, в будущем мы даемся больших результатов». В день закрытия турнира нам удалось пообщаться и с тульскими ребятами, после того, как они одержали победу. «Турнир очень хороший был. У меня много впечатлений. Хорошие команды против нас играли, но мы оказались сильнее». «И мы хорошие команды очень, и другие». «Я хочу сказать спасибо тренеру, команде, Ваньке и всем, кто участвовал в этом турнире». По итогам турнира командам-победителям были вручены кубки. Отличившиеся участники были номинированы на звание лучшего защитника, нападающего, бомбардира, вратаря и лучшего игрока турнира в своей возрастной группе. Дети, родители, организаторы и все присутствовавшие остались довольны. «Я очень доволен. Для нас это большая честь, потому что городов, которые заявляли желание провести данное соревнование, на своих площадках было тоже немало. Но спорткомплекс «Отрон-арена» за счет своей инфраструктуры и гостиничный комплекс, и с питанием, и непосредственно возможность в открытом помещении организовать параллельно две игры на двух замечательных площадках, это, конечно, упрощает проведение самого соревнования». Приятно, что Рязань может принимать подобные соревнования, ведь с появлением спорткомплексов происходит развитие и улучшается уровень наших команд. «Я горд за нашу группу компании, что она помогает много кому, и конкретно даже этот турнир. И здесь вот за зиму прошло много различных соревнований, в которых мы являлись и спонсорами, и различными другими, помогали видами, вариантами от предоставления призов до просто предоставления бесплатных залов». В скором времени в арене «Атрон» состоится очередная порция интересных турниров. Спортивный комплекс откроет свои двери не только для футболистов и художественных гимнасток. Здесь планируется проведение турниров по боксу и смешанным единоборствам. Рязань открыта для активных людей и тех, кто хочет украшать и менять свою жизнь. Главное – забыть о лени и получать удовольствие от каждого дня. Я с вами прощаюсь. Занимайтесь спортом, находите время для хорошего отдыха. Будьте счастливы!